Здравствуйте! Это ток-шоу на Интере касается каждого. Программа, которая меняет жизнь. Я Андрей Данилевич. Может ли мачеха любить ребенка так же, как родная мать? В Одесской области решается судьба 13-летней Каролины Бырки. Шокирующие откровения девочки заставили социальных работников немедленно забрать ее из семьи. На белого лица у меня кровь пошла, мне майку ползала и на кровать кинула. И потом она меня связала. Сразу после рождения мама Каролины бросила девочку на слепого отца и пропала без вести. Уже пять лет ее воспитывает мачеха Нина Бырка. Я эту девочку люблю. Она мне стала родной, часть жизни. Я хочу посвятить ей так же, как и своему же сыну, и чтобы она не в интернате была, а возле меня. Сейчас Нина добивается возвращения приемной дочери домой и говорит, что ни перед чем не остановится. Какая бы она ни была, больная, здоровая, дурная, психовная, я ее приму такую, как есть. Но я люблю дочь. Я хочу, чтобы она жила с нами. Против возвращения девочки в семью – односельчане. За насилие над ребенком местная громада обещает лишить отца Каролины родительских прав. Там нету слова. Там Нина Анатольевна. Она там голова в семье. В студии «Касается каждого» мы пытаемся разобраться, может ли мачеха заменить ребенку родную мать. И почему для отца собственная дочь стала падчерицей. Тема сегодняшней программы – падчерица. И Нина Бырка сегодня у нас в студии. Здравствуйте, Нина Анатольевна. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, как Каролина оказалась в приюте? Она не слушалась. Убегалась к дому. Ночью приходила, вечерами. Я ее все время ругала. Ну, не ругала, как советовала. Дочка, не ходи. Как родную, полюбила сразу. Она мне сразу назвала мамой. Ну, немножко дитё было не так, как родное. Она выкидывала вещи, выключала телевизор. Я так же хотела, чтобы она мне помогала. Но, несмотря на все, я ее люблю. И хочу, чтобы она была с нами. Не страдала. Нина Анатольевна, а скольких детей вы воспитали? Троих, ей уже шесть внуков. Если ребенок убегал из дому, значит, у нее были какие-то причины для этого? Ну, может быть. Я не знаю ее. Почему вы научили Каролине? Я варить ее. Учила помыться. Если она не знала, что такое убегала, научила ее, чтобы она не убегала. Чтобы она не крала, чтобы была честной, добрая. Если я ей дала деньги в магазин, чтобы она эту сдачу принесла. Как Каролина ваше поучение воспринимала? Ничего очень тяжело. Может быть, ребенок сам тяжелый. У меня дети таких не было. А как вы ее учили? Вы говорите, я учила. Как вы ее учили не убегать и не красть? Я ей говорила. Каролина, зачем ты бегаешь? Что-то тебе дома не хватает. Мама, извини, я больше не буду. Вот вы с этими словами. То есть, совершенно спокойненько вы с ней общались? Вы не кричали на нее? Может быть, и кричала я. Может быть, или кричали? Может быть, и кричала. А сколько ей лет сейчас? Сколько лет? Когда я приехала, было восемь. Сейчас ей уже тринадцать. Понятно подростковый возраст. Нина Анатольевна, я вот слушаю вас две минуты, и ничего позитивного я о вашей девочке не услышу. Саша, ну как ничего? Вот дурная и психованная. Когда последний раз вы обняли своего ребенка и сказали, доченька, я так тебя люблю? Я все время это делаю. Как последний раз? Когда? Я все время обнимала ее. Все время. Я когда последний раз обняла ее, когда ее забрали. Ее не забрали у меня просто так. Ее украли, наверное. Почему человек не расписался на той бумаге, когда ее забрали от меня, а я поехала с ней подарки получать? Ирина Анатольевна, вот расскажите, вспомните тот день, как вашу дочь забрали в социальные работники? Я приехала в администрацию, каждый год получаем подарки. Приехали подарки, подарили ей курточку и сапожки. Вы вдвоем приехали с дочерью? Мы приехали вдвоем. Но я уехала одна со слезами. Мне ее забрали. Как это произошло? Расскажите. Сказали, да, Каролина хочет в интернат. Какой интернат? Подошла интернат и служба, и вместе с детьми. И ее забрали. Все на этом. Это разве можно так? Я ее обняла, последний раз забрали в автобус. Она достаточно взрослый, чтобы сказать, я не хочу. Ее нужно забрать, потому что девочка сама решила уйти от вас. То есть якобы дочь сама решила уйти от вас. Вот давайте послушаем, что говорит сама Каролина. Внимание на экран. Я чувствую, как злошка, потому что я всегда, когда прихожу из школы, всегда я делаю все. Для нас она меня побила, я была в соседняках, тут на глазах и спина. Она же соседка заметила, я говорю, что я упала. Потом пришел у нас участковый, говорит, что с Каролиной? Он говорит, ничего. Он говорит, что просто мальчик меня сбил. И она мне сказала, что я говорила, что у меня мальчик избил. Она говорит, если я скажу, что она побит, она меня с папой бросит. Ну, била по лицу, у нее кровь пошла. Одна тянет, мне майку порвала и на кровать кинула. И потом она меня связала, и с этим я кричала, не буду, типа, пустите меня, я все буду делать. Но если она меня спевала, сказала папе, иди принеси веревку. Он принес, мне связали одну ногу, потом вторую. А руки хотела, я кричала, я начала биваться, ну, типа, не завязать. Говорит, сейчас и рот, ну, заклеим. И потом, когда мне померли, он говорит, объясняй мне, что ты никому не скажешь. Я никому не говорила. Ни с папой, ни с мамой не хочешь. Потому что никому не нужна. И не обращается, как тряпка. Это страшно, то, что мы услышали, ребенок говорит буквально об издевательстве со стороны родителей. Это все неправда. Вы связывали, привязывали ребенка к кровати? Один раз, да. Один раз привязывали? Да. Она убежала от меня и хотела уйти вообще из дому. Как это можно уйти из дому? Ну, чтобы ее бить, вот как она сейчас говорит. Подождите. Зачем это так? Поэтому вы решили свою дочь, как собаку, просто на цепь посадить? Я ее не избивала, еще раз говорю. Я ей показала, говорю, нельзя так делать, Каролина, не надо убегать. Что здесь прозвучало страшное еще? Это то, что отец якобы приносил веревки. Это все неправда. Отец Григорий Бырко у нас в студии. Григорий, вы привязывали? Нет, это неправда. Ну, ваша жена сейчас сказала, что было. Она убегала. Нет, подождите, то, что убегала, мы слышали. Ваша жена подтвердила, что было, что она привязывала ребенка. Один раз, я вам еще сказала один раз. Да какая разница? Один, два, пять. А вы сейчас нам в студии врете и говорите о том, что ни разу не было. А вы других методов воспитания не рассматривали, пообщаться с ребенком. Подождите, что вы об этом случае скажете? Вы приносили веревку или нет? Никто не приносил. Вспомните свое детство. Вас привязали. Как бы вы себя повели? В детстве? Плохо. Так чего вы тогда говорите? Какая разница? Я не знаю, что у меня, может быть, помутился разом, то, что она мне не слушает. Отворачивалась. Но это не метод, чтобы воспитать своего ребенка. И даже, чтобы ребенок не ссывал розетку, мы ремонт делали. Но я разозвала свою ошибку. Я перед ней извинилась. Нина Анатольевна, первая, кому доверилась девочка и рассказала о конфликте с вами, это секретарь сельсовета Крутояровки. Сегодня Дойна Руссу приехала к нам в студию. Я приглашаю сюда. Как вы можете говорить такое? Как вы можете? Почему вы сплетничаете? Какая вы мама? Что вы хотите от этого ребенка? Я не сплетничаю. Что вы говорите? Вы говорите, как вы с ней поступали. Как? Вы говорите, как ее били. Я не била ее. Вы говорите, как вы приходили в сельский совет и так говорили. Дойна Николаевна, это последний раз. Девочка, как увидела вас, спряталась под стол. Я не могла ее вытащить оттуда. Это неправда. Как неправда? Вы приходили в сельский совет. Это неправда. Вот спросите девочку мою. Все правда. Все правда. Вы это ее учили. И вы говорили, это последний раз. Я взяла телефон. Слушайте, пожалуйста. Слушайте. Дойна Николаевна, давай платите. Это все неправда. Это все неправда. Все это все это. Итак, уважаемая, пожалуйста. Нина Анатольевна, Григорьевна, знаете, смотрите. Я была ребенка, чтобы правильно воспитали ее. Вот мы вас слушаем. Вы ее кормили конфетами, печеньями. Потому что вы не кормили. А я ее покупала все. Итак, вот мы сейчас вас хотим услышать. Вот это правда, что Каролина попросилась в приют. Я ей предложила, Каролина, послушай, есть такой центр социально-психологичной реабилитации детей в Белгороде. Вот почему вы и стали об этом рассказывать? Что стало причиной? Что вам говорила Каролина? Я приходила в сельский совет ко мне почти каждый день. Вы сказали, две недели только последние. Чего вы вот врете? Две недели она ходила к вам. Нина Анатольевна, не имеет значения, две недели последние или один раз привязать ребенка? Каждый день почти. Я почти бы знала, что я всегда с ней говорила открыто. Всегда уделяла ей большое внимание. И она считала меня, мы как подружки были. Да, приходила и всегда спрашивала, как в школе, как дела. А потом перешли домой. Как у тебя дома? Знаете, вот мама побила. Вот знаете, пошла домой сегодня. Они там приглашала Бырканина много своих кумовей. Не знаю, кого. Готовила вареники. Приходила Каролина домой, а она заставляла ее помыть посуду. И не Машу кушать. Не заставляла, просила. Не Машу кушать. А вы показали, как мыть. Да, все я показала. Она начинала. Ты неправильно делаешь. Ничего вы не учили. Дойна Анатолина, скажите, вы понимаете, что дети иногда могут манипулировать взрослыми, да? Да. Преувеличивать что-то. Знаю. Говорить неправду. Как вы убедились в том, что она говорит правду? Приходит соседка в сельский совет и говорит... Это все неправда. Дойна Николаевна, принимайте какое-то решение, потому что я лично видела, как это было ко мне, но било ее, било ее. Я болею за этого ребенка. Я тоже болею. Если бы я не болела, то я не поняла. Прекрасно, если бы ребенка еще болела. Вы получаете деньги. Не, 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 не. Вот, слышите, вы будете отвечать. Подождите. Вы будете отвечать. Вы будете отвечать. Вот человек, правда. Докажите, что я получаю деньги за королеву. А вы докажите, что я била и издевала. Вы хотите быть опекуновым. Я растил ее 10 лет. Неправда. Когда я появился... Правда, неправда. Я только за вас. Дядя Леша, я только за вас. Вы за деньги. Я про вас ничего не знаю. Я 10 лет ее растил. Я не кушал. Правильно. Когда не появилась эта женщина, когда не появилась эта женщина. А вы получаете деньги. Я извиняю, зачем вам ребенок? Зачем вы за него боретесь? Вы же его не любите. Я ее люблю. Да разве это любовь? Любовь это поступки. Я бы не приезжала сюда. Ну а какой любви может быть речь? Пожалуйста, Наталья Шестак. Наталья. У вас очень важная цель. Сделать так, чтобы ребенок был счастливым. Правильно? Вы хотите, чтобы он был счастливым. Вы хотите, чтобы он был счастливым. И отец хочет, чтобы он был счастливым. То, как вы это решаете, это столько грязи выливается. Мы здесь, находясь, точно понимаем, что решая вопросы таким образом, много травм получает Каролина. И на почве этого травмированного ребенка возникают вот эти крики, я скажу, даже вопли. Я хочу с полной ответственностью заявить те кадры, когда девочка рассказывала, когда ее били. Я могу сказать, что она много брала там. Я хочу защитить Нину Анатольевну. Скорее всего, со сложным ребенком, имея опыт, вырастив троих детей, у нее свое понятие. Она авторитарная женщина. Она понимает, если я не возьму свои руки, дело не будет. Я хотела взять ее. Она брала в руки так, как она могла. Но методы неправильные. Вот к нам в центр реабилитации, бывает, попадают дети с такими же историями. Подростки в подростковом возрасте, которые точно так же приходят к вам и, манипулируя сознанием взрослым, они могут проситься в центр реабилитации забрать их с семьи. Но, когда они попадают в центр реабилитации, вот здесь уже определяющий момент, да. Если действительно это неправда, то ребенок на следующий день говорит, ну я хочу вернуться, да, все, налаживается отношение, ребенок возвращается. Но если это правда, что ребенку там плохо, ребенок не хочет возвращаться в семью. Я хотел спросить, ребенок хочет вернуться в семью или нет? А мне сказал, да. Поэтому, вам сказали такое дело, Нина Анатольевна. А мне сказал, да. Почему ребенок к вам не хочет? А мне, когда я у нее была, подожди, Гриша, она хочет папе, она хочет, как она не хочет, подожди, Гриша, во вторник я к ней ездил, да, и она мне сказала, мама, забери меня отсюда, я хочу домой. Спросите у нее, если это неправда. Почему вы так делаете, Мэри? Я во вторник была, который прошелся, я у нее была. Итак, Григорий, Григорий, ваша дочь училась в школе, и вот наша съемочная группа пообщалась с администрацией школы, в которой училась Каролина. Давайте послушаем, что там нам рассказали. В третьем классе девочка была, когда отец женился на Нине. Она вроде бы так с радостью восприняла это известие. Пришла в школу, сказала, у меня новая мама, обрадовалась. Потом как-то мы начали замечать, что такие между ними конфликты появились. То есть мамочка приходила, жаловалась, что Каролина ее не слушает, мне тяжело с ней справляться. Ну знаю, был конфликт в школе. Она приходила в классном, кричала на ребенка. Долго плакала девочка, оправдывалась. И было после этого, то есть она переживала. Видно было, что она переживает, что при всех, при детях. Одевается она так, довольно опрятно, чистая. Родители как-то так обращают на нее внимание. Родительское собрание, она приходила, мачеха, и на Новый год так одевала девочку. Знаете, как-то один раз скажет, что она жалуется на родителей, а второй раз уже говорит, что все нормально, что все хорошо. Алина Прокофьева, антикризисный психолог. Я хочу присоединиться к мнению моих уважаемых коллег и сказать следующую вещь. Мы видели, что ребенок придумывает на ходу, зачем, чтобы его пожалели. Нина Анатольевна, вы мудрая, взрослая женщина. Когда вы понимали, что ваш ребенок хочет сказать неправду о вас, вы должны были понять, что она хочет пожаловаться, и ей плохо. Один единственный момент, который вы должны были понимать, что моей девочке рядом со мной плохо. Вы пытаетесь нас всех убедить уже очень давно, что вы хотите, чтобы она была вам как дочь. А вы с ней сколько лет живете вместе? Четыре. Четыре года. Если бы вы с ней жили четыре года, будучи ей мамой, вы бы сейчас уже не говорили, я хочу. Вы бы говорили, это моя дочь, с которой я имею проблемы. А вы неправильно выстраиваете изначально свою позицию, таким образом вы не приросли к ней душой. Вы не можете отнестись к ней к своему родному ребенку. Нина Анатольевна, скажите, пожалуйста, вы понимали, что есть угроза того, что социальные службы могут забрать ребенка? Я знала это. Вот. Вы что-то предпринимали, вы меняли свое отношение? Да, я ей говорила, Каролинушка, не ходи, не надо там, тебе будет тяжело, потом будешь плахать, ты будешь проситься домой. Нет, я хочу. Я даже не знала, что... Хорошо, а родной отстец, Григорий, вот вы понимали, что ребенка могут забрать у вас? Да. И что? Ну, забрали с силой. В 13 лет насильно ребенка никто не заберет. Если ребенок говорит, я буду дома, она будет дома. Этот ребенок пришел и попросился в учреждение, потому что не хотел. И она сказала, что с вами она бы хотела быть. Но она не хотела быть с Ниной Анатольевной. Если бы была Нина Анатольевна плохая, как говорит, то я ее на второй, третий день. Выгнал бы. А я на первый был женатый, на второй. Вот я встретил жену, настоящую жену. Вот я хотел спросить, вы женились из-за дочки, получается, или что? Я не могу понять. Я женился за дочери, чтобы она имела настоящую мать. Вот они не имеются сейчас, вы же видите. Вот я нашел. Я раньше не видел. Не кушай ни это, ни это. Григорий, а ваша дочь сказала, что я не хочу такой матери. Что сейчас? Это неправда. А знаете, почему? Это неправда идет против нас. Это все неправда. Если она была бы плохая, я бы сказала, Нина Анатольевна, извините, пожалуйста, я не хочу с вами. А так я ее люблю. Я ее люблю как... Так вы любите друг друга и забыли о дочке. Мы не забыли, мы хотим вернуть ее домой, еще раз говорю. Мы хотим вернуть и восстановить правду. Вы себя считаете хорошей мамой? Я так вероятно. Хорошей мамой себя считаете? Да. Тогда почему соседи, односельчане о вас так отзываются? Давайте посмотрим. Внимание на экран, посмотрите. Я не разговариваю, она не разговаривает. Я только слышала, что девочка ходила в сельсовете, сама жаловалась. Дальше она жаловалась. И выгоняли ее с дома. И у нас она спала. Наша девочка, внучка, увидела и сказала, и мы брали. И она спала у нас. Даже он не спрашивал, где она спит. И на второй день даже не спрашивал, где ты была. Она ее била? Била, била, била. И знаки мела, и шуха очень мела, бедная. Я кормила ее все время. Жалко ее. Она такая хорошая была, умная. Обили ее по голове, а сейчас как будто смешанная. Соседи, все врут, Григорий? Это неправда. Еще раз говорю, меня хотят с этого села, чтобы я вышла вообще. Мне сказали, чтобы я ушла на свою территорию Саредского района. Почему, почему вас выгоняют, выживаете села? Стой, стой, стой. Григорий, почему, почему выживает вас села? Да, и она мне угрозила, она мне угрожала, сказала, я тебе поставлю в багажник и убезу. Значит смотрите, кто кому угрожал в этой вашей деревне, вот мы сейчас узнаем у заместителя главы сельсовета Крутояровки Одесской области, Виктора Калмыка. Да, он сегодня приехал к нам в студию, я его приглашаю сюда, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор. Ну, я знаком с семьей Бырка уже с начала своей деятельности в местном самоуправлении. К сожалению, ничего такого хорошего сказать не могу. Действительно, семья неблагополучная на сегодняшний день. Каролина попала в тяжелых семейных положениях. Неоднократно общались, что с папой, что с мальчикой, чтобы они поменяли отношения к своему ребенку. Виктор, вот простите, в чем это неблагополучие, неблагополучный ребенок? Вот видим, родители, ну, можно сказать, не пьют, да? Вот мы это видим, понимаем. В школе хорошо отзываются о том, как выглядела девочка. В чем это неблагополучие? Что было не так? Мы на протяжении определенного очень длительного времени с Каролиной встречались неоднократно именно в сельском совете. К сожалению, она приходила не с приятными новостями. Она к вам приходила? Она приходила. Она одна приходила или с кем-то из родителей? Она всегда одна говорит? Нет, это неправда. Как правило, как правило. Она шла в школу домой, они сами вызывали в сельсовет. Каролинушка, давай, иди сюда. Зачем? Все, не смейся. Зачем они? Итак, продолжайте, Виктор. Каролина, приходила, приходила Каролина к вам, что она говорила? С постоянными жалобами, что все же таки в семье, в семье, в семье, в семье возникает дискомфорт. Более того, даже... Бог есть на свете, накажут потом. Больше того, даже... Не надо говорить неправду. Успокойся. Бывало, что руки протягивали. Можно сказать, даже издевались. Спокойно, можно так сказать. Постоянно проводили беседы. А в чем издевательство заключалось? Вы говорите, издевались. По словам Каролины. Синяки даже были, присутствовали на ее теле. Вы пытались выяснить, в чем там дело? Почему к ней такое отношение? Как было вызывать меня в сельсовет? Мы с Григорием... Приходили ко мне пьяный домой и угрожали. Был пьяный человек, вот этот вот вместе с председателем. Стой, 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 не надо быть. Он спросить не угрожали меня, вот, человека спросить. И меня никто не защитил. Но в данном случае можно... Не Анатолина, вот мы здесь защитим того, кого действительно нужно защищать. В данном случае можно приехать... В первую очередь Каролину. Поэтому, вот чтобы это сделать, нам нужно разобраться. Я защитила свою семью. Но в данном случае я не удивлюсь, если вы приедете в село и скажете, что в студии все были пьяные. Я извиняюсь. Так, стоп. Я не чувствую. Тоже человечком. Значит, мы постоянно обсуждали этот... Витя, стоп. Да. Вас... Вы пришли ночью. Да. Мы делали порядок. Вот. Спросите человека. Вы ночью делали порядок? Нет, нет, пришли ночью к нам. Мы даже не кушали. Мы просто после порядка хотели кушать, помылиться. Пришли пьяные из детеки, вот моя дочка, свидетель. Пришли ночью пьяные, давали паспорта, давайте туда-сюда. Дайте сюда. Я стал, значит, плакать. Почему такое мне не везет, даже они ночью пьяные пришли. Почему ночью, а не в дом? Значит, насчет пьяные вы... Я извиняюсь. Значит так, Григорий, Григорий, давайте. Мальчи, я сейчас говорю. Не надо. Вы пришли ночью. Почему? Дети, вот девочка, свидетель. А знаете, почему ночью? Потому что королева спала в вашем сыне. Нет, вы пили. Она была дома. Она дома была. Григорий, мы вас услышали. Она не спала, сына. Подождите, все остальное мест нет перед этим. Пожалуйста, Виктор, продолжайте. Каролина неоднократно действительно приходила, даже в каждый день, можно так сказать. Постоянно с жалобами. Хорошо. Больше никто из детей вот в этой семье не приходил к вам? Никто не жаловался? Ко мне лично нет. Но я знаю, что приходила дочка Нины Анатольевны к Доне Николаевне. И, по-моему, Александр Тимофеевич даже находился на рабочем месте. Доня Николаевна, к вам приходили еще дети Нины Анатольевны, да? Ну вот это Катя. Да, Катя. Так, а что говорили дети? Она приходила с маленьким ребенком на руках и с мужем. И начала плакать, что у них был конфликт в семье. И мама бросилась ножом. Не ножом. Вот. То не нож был. Это не нож был. Доня Николаевна. Не правда это. Так, это Катерина, дочь Нины Анатольевны. Вы видели, как она поднимала руку на Каролину? Эх, как сказать. Были моменты, но потом мама же просила себя у нее на колени. Я же еще раз бы ее на колени просила. И говорила, прости меня, дочка. Я это не хотела. Ну, не много раз. Прости меня, пожалуйста. Я хочу просто, чтобы ты была нормальной, было все хорошо. И чтобы нам помогли, чтобы сделали, чтобы ты была моей дочерью. Ну, как бы они помогали, но потом с документами что-то не выходило. На вас поднимала руку Нина? Мама? Да. Ну, так, когда я не слушалась. Ну, так, чтобы сказать, прям вот как, прям, чтобы избивать. Ну, это так, как Каролину? Никогда. Никогда мама меня не избивала. Я Нина Соколова, телеведущая. Так, поприветствуем. Я не учила ее, ничего. Ничего не учила. Я вам откровенно скажу, у меня просто голова идет кругом. Я в таком изумлении от того, что вы здесь рассказываете. И скажу дипломатично, я понимаю, что это все не из-за высокой культуры наших отношений. Это все страшно, то, что вы рассказываете. Но, Нина Анатольевна, я хочу вас поддержать. Я мама двоих детей. И я очень люблю детей. Я понимаю, как вы хотите, чтобы Каролина была с вами. Но вот то, что сейчас произошло... Я не могу жить без нее, без... Тем более, то, что сейчас произошло, это вам шанс изменить свое отношение к ней. Папа, Григорий, послушайте, вам говорят. Григорий, вам тоже. Это шанс изменить ваше отношение к ней. Я в этом свято уверена. Алексей Гончарук. Я вот смотрю на этих людей, я верю в то, что они любят девочку. Я тоже. Мы как вот с этой стороны, нам тут проще, правда. Поэтому давайте отнесемся к ним мягче немножко. Вот немножко попробуем понять их. Придите к Каролине, придите и поговорите с ней. Вот по-хорошему. Я уже была у нее. Я уже у нее была. Придите, попросите прощения. Я ходила здесь. Есть за что, правда? Я ходила здесь. Ну, если по-честному. Я у нее просила прощения. Александр. Уважаемые родители, в подобных историях я пытаюсь быть на стороне родных родителей. Я понимаю, что ребенку гармонично и полноценно может развиваться только в родной семье возле родных родителей, получая любовь, теплоту и ласку. Но, честно говоря, вот глядя на эту ситуацию, которая сложилась, мне кажется, что все-таки у вас какая-то любовь немножечко извращенная. Вот. Если вы завоюете любовь своего ребенка, я уверен, она вернется, она будет проситься не в интернат, она будет проситься в родную семью. Есть ли любовь в этой семье? Мы можем сейчас узнать у старшей дочери Нины Анатольевны. Это Елена Цукан-Никитина. Она у нас в гостях. Я ее приглашаю в студию. Мамочка, не плачь, ты мне самая любимая. Спасибо, папа. Не плачь. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Это я плохая баба, смотрите, какая. Елена, а вот Нина Анатольевна, она вот любимая ровно для всех вот ее детей? Конечно, для всех. И для детей, и для внуков, и не имеет разницы. Чужой, родной. Вот отношение к Каролине такое же, как и вот к вам, к родным дочерям. Она любит и Каролину, и нас любит. А вас, а вас, вас в детстве привязывали? Нет, привязывать нет, не привязывали. Вы же говорите, она Анатольевна одинаково ко всем. Вы знаете, вы меня извините, что я Андрей, но вот я честно, я вам сочувствую, но я думаю, девочки, пусть она попробует там, и хорошо, что она вам доверилась. Вы говорите, мне надо подписать бумажку, что я ее мама. Это глупости. Ребенок должен чувствовать, что вы мама. Конечно. Должно. И если вы завоюете ее любовь, она сама будет проситься домой. Она будет проситься к вам. Да, она должна почувствовать, где лучше. Наталья Шестак. Я очень хочу поддержать вас, Нина Анатольевна. Дело в том, что, представляете, ребенок жил, когда что хотел, то и делал. Тут появляется, папа говорит, я выбрал маму, выбрал жену. Правда, хорошую женщину в плане порядка, в плане семьи, покормить, постирать, убрать. Женщина с опытом начинает учить. Каролина, помой то, что мы слышим, да, посуду. И я слышу, для Каролины это проблема. Помыть посуду, оказывается, это нонсенс. Она это воспринимает как зонышки. Она воспринимает как ограничение свободы. Безусловно. Мама говорит ей, сделай это, Нина Анатольевна, ограничение свободы. После этого, имея опыт, то, что я видела, говорит неправду. Обозлившись, она бежит к одному работнику, к другому. Я задала вопрос. Она везде, вы заметили, сама говорит. Она ей говорит без свидетелей. Ее нагрузили работой. У Нины Анатольевны есть эмоциональная нестабильность. Ваша проблема, то, что вы кричите, вы срываетесь. Послушав вот уже достаточно большое количество времени эту женщину, я переменила свое мнение о ней. Почему? Потому что в ее словах все-таки сквозит одна единственная мысль. что она хочет, чтобы девочка была приличной, порядочной и росла в семье. Но она идет к этому такими методами, которые для девочки абсолютно неприемлемы. И я считаю, что в первую очередь мама нуждается в поддержке специалиста. Григорий, вы так увлеклись своей любовью, вот друг другом, что забыли о дочке. И ей гораздо с ее сверстниками, понимаете? Вот послушай меня, мой дорогой. Вот послушай, Григорий. Мы прекрасно все понимаем. Иногда почему даже при живых родителей, родных родителей, в этом возрасте мы хотим на улицу. Почему? И мы когда своих сверстников встречаем, мы начинаем, вот родаки, блин, там, и начинаем. Вы любите друг друга, а ей можете сказать, сделай вот так, сделай вот так. Ах, скотина. Не может, ты не помню. Какой тяжелый ребенок. Ты на протяжении студии раз 20 ее уже поцеловал, но ни разу не вспомнил о своей дочке. Я вспомню днем и ночью. А послушай, мы же видим, это твое личное. Я немножко не согласен с тем, что тяжелый ребенок. Это недолюбленный ребенок. Недолюбленный, да. Да, но он не тяжелый. Просто так получилось, что этот ребенок, он рос с такой матерью. Да, ну, у отца навыков не было. Пришла новая мать, которая, мы все в студии увидели, как новая мачеха реагирует на внешние раздражители, да. То есть, вот ее немножко там раз, раздражили, и она готова была разорвать уже здесь всех, и кричали, и вы вместе вели себя так, что, будучи ребенком, я не хотел бы жить у вас. Жить тоже, да. Я бы готов был бежать к соседям, как мы видели, в приют, куда угодно. Но, если вы не поменяетесь, этот ребенок или в центре реабилитации, или к соседям, или просто на улицу, он уйдет от вас. Итак, ребенок уже ушел. Сколько он находится в приюте, Нина Анатолий? Шесть месяцев. За это время, сколько раз вы проведывали Каролину? Много раз. Сколько? Ну, я не помню. Ну, каждый месяц я поездила, вот Каролина не даст оврать, я все время приезжала к ней и общалась. Григорий, сколько раз вы были в приюте? Один раз. Один раз вы были в приюте за полгода. А сколько километров приют? А одной отец, Григорий, вы понимаете? Сколько километров приют? Пятьдесят. Пятьдесят километров. То есть маршрутки ходят? Это вообще рядом. За полгода, Григорий, один раз? Григорий, вы знаете, я вот сам воспитал двоих детей, и когда я их, ну, по сути, так как и вы, да, вы тоже воспитывали сами ребенка. Так вот, когда я отвозил летом своих детей в Черкассы, я до вечера, да, без них приезжал обратно в Киев, вот до вечера я еще мог, до обеда мог как-то с собой совладать. Ровно вечером я уезжал обратно в Черкассу, потому что я отец. А это какая-то у вас тревожность повышенная. Григорий, давайте посмотрим, в каких условиях сейчас живет ваша дочь Каролина. Посмотрим. Очень добрый ребенок. Она подходила и просила, искала каждого из нас мамы. Говорила, давайте вы будете моей мамой. А я говорю, почему ты хочешь, чтобы я была твоей мамой? А вы никогда не сердитесь, и от вас не слышно перегаром винным. Она была замкнутая сама, сама там по себе, сама по себе. Там где-то индивидуально она уединялась, чего-то там думала. Потом, в дальнейшем, Каролину было не узнать, потому что она могла забежать, воспитателя она встречала, она очень любвеобильная девочка, эмоциональная. Никогда в жизни бы не сказал, что этот ребенок изначально поступил к нам такой вот замкнутый. Как у вас дела? Хорошо, все хорошо. Это Мария Петровна, это Черковая. Когда мне надо звонить, я иду к ней. Всегда поможет. Это у нас медичный кабинет. Это Наталья Викторовна. Это наша медичная сестра. Она добрая. Когда мне что-то вели, то она всегда поможет. Это у нас парзан. Это моя домочка. Это мама мне сегодня привезла. Попробуют яблоки, банан и воду. Я ее выпила уже. Мне один раз признать, что меня мама забирала. Я не хотела ехать. Я хочу летом достать с пути. На море будем ехать завтра. В субботу на дельфинаре будем ехать. Итак, вот сейчас мы видели, как Каролина выглядит сейчас. А теперь давайте послушаем комментарий медсестры центра, в котором сейчас находится Каролина, о ее состоянии, в котором она поступила в центр несколько месяцев назад. На моей смене поступила Каролина. И я была крайне удивлена, когда увидела ребенка в таком запущенном состоянии. Шею у ней было немеренно. Волосы седые были от гнит. Она была такая грязная, что мы даже не знали, как к ней подойти, чтобы ее все, как говорится, обработать. Ребенок плакал. У него был такой стресс, что вот она, как говорится, осталась одна на улице, никому не нужная, что к ней так грубо обошлась мать. Она находилась в таких антисанитарных условиях, что мы все были очень удивлены. Мы очень долго работаем в приюте, но такие дети поступают крайне редко. В студии «Касается каждого» решается судьба 13-летней Каролины Быркия. Вернется ли девочка в отчий дом с мачехой или останется в приюте ждать новых родителей? Узнаем после рекламы. Не пропустите. Это ток-шоу на Интере касается каждого. Программа, которая меняет жизнь. Тема эфира сегодня – «Падчереса». Я сейчас приглашаю в студию психолога Центра социально-психологической реабилитации детей Татьяну Полкарат. Уважаемая студия, здравствуйте. Я приехала без девочки, так как девочка наотрез отказалась приезжать. Она после беседы с журналистами, ей пришлось пережить все те события, которые происходили в семье, то есть все эти жестокие обращения мачехи. Скажите, за полгода, вот за полгода, вы как специалист, вы, конечно же, могли понять, где ребенок манипулирует, а где есть правда. Что вы можете сказать? Вот в какой атмосфере рос этот ребенок в семье? На самом деле? В негативной атмосфере на самом деле рос ребенок в этой семье. То есть его били? Ее били. С ней обращались... Жестоко? Жестоко. Я считаю, жестоко. Кричали на нее постоянно? Обзываниями. Обзываниями. Словами ругательными. Это все не правда. Она переживала унижение постоянно от мачехи своей? Она переживала унижение от мачехи. Она пришла в центр, она была замкнутым ребенком, на самом деле, и раскрываться она стала через какой-то период. Татьяна, у нас есть рисунки девочки Каролины, как она изображает свою жизнь. Давайте посмотрим их, возможно, проанализируем. Внимание на экран. Так, вот это первый рисунок Каролины. Первый рисунок Каролины, когда она пришла к нам в центр, первое, что ей захотелось нарисовать, это не моя семья, было предложение, она нарисовала дерево. Дерево это указывает на то, что Каролина пытается, оно настолько разветвлено и округло, что она пытается найти пути и выхода решения. Девочка не уверена в своей будущей жизни, она не знает и не понимает, что происходит. Второй рисунок, который она нарисовала, это ее семья. По рисунку можем сказать, что девочка замкнута, что она имеет много комплексов, с которыми она хочет справиться. Довольно достаточно красного цвета, который несет за собой не очень хорошие характеристики, то есть некоторая агрессия. Отсутствие пальцев также характеризует то, что они решаются проблемы, то, что девочка замкнута и имеет агрессивное состояние. Следующий ее рисунок, который нарисовала моя семья, это уже через определенное время, где она себя абсолютно не видит. То есть пририсована мам и папа, причем, смотрите, заметьте, папа голубые и желтые тона, а мама все остается в красных тонах и дом красный. То есть девочка себя не видит в этом доме. Наталья, вы видели рисунки, вот как вы можете охарактеризовать состояние девочки? Когда я вижу на рисунках эмоциональное лицо, глаза, рот, нос, для меня понятно, что улыбающийся, кстати, рот, да? Я понимаю, что ребенок эмоциональный. Да, отсутствие рук, пальцев, ну вот я бы сделала вывод, так, поверхностный, что каких-то чрезмерных переживаний, каких-то там, вот как сейчас говорят про избиение, ну вот бейте меня, ну не вижу я. Есть много эмоций разных и желание как-то эту эмоцию как-то куда-то положить, с кем-то поделиться. Мама за все время, девочка у нас с декабря, мама начала ее посещать в мае месяце. То есть, вот три раза. Три раза всего были родители? Три раза. Папа один раз, мама три раза. Как реагирует Каролина на приезд родителей? Когда приезжала мама, Каролина замыкается, у нее есть переживания. Я сама последнюю встречу встречалась с мамой и мы общались. У нас не получилось диалога, у нас не получилось диалога, у нас был монолог, потому что первое, что сказала Нина Анатольевна, я с вами всеми разберусь. Это не так сказала я. И разберется. Это неправильно, это не так. Она такая. И пошло, при этом, можно я договорюсь? Да. При этом постоянно Каролине, это было в присутствии меня. Это не так. Мы общались, постоянно Каролине задавались вопросы. Скажите, девочка сегодня готова возвращаться домой? Она говорит об этом или нет? Она хочет в семью, в дружную семью. Вот сюда она хочет или вообще в семью хорошую? Она хочет к папе. Но отца любит она. Она любит отца, она хочет к папе, она хочет в дружную семью. Скажите, как по вашему мнению, у нее есть шанс вернуться в семью и жить в нормальных условиях? Вы общались с родителями, вы общались с Каролиной. Она с нами не общалась. По моему мнению... Так вы же были три раза. Как же она будет с вами общаться? По вашему мнению? На данный момент, я скажу мнение на данный момент, я не могу ставить ультиматумы и точки на будущее. Сегодня нет? Нет. То есть вы не считаете возможным на сегодня возвращение ребенка в семью? Татьяна, а вот вы как специалист, как психолог, как вы считаете, что должно измениться, чтобы действительно Каролина захотела вернуться? Это какие-то поступки должны быть совершены? Слушайте, они должны жить сейчас под этим центром, эти родители. Просто-напросто. Жить. 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 Теперь послушайте, что говорят о Каролине и о вашей семье социальные работники. Внимание. Если в течение девяти месяцев не оказалось возможности вернуть ребенка в его биологическую семью, то решается вопрос о лишении родительских прав. То есть если за это время окажется, что вернуть в семью девочку невозможно, то будет сельский совет обращаться с иском в суд о лишении отца родительских прав. И в дальнейшем ребенку будет даваться статус и будет решаться вопрос о ее влаштовании. На самом деле, девять месяцев это крайний срок пребывания ребенка в центре реабилитации. Подать на лишение можно хоть в первый месяц. То есть если сейчас служба, допустим, орган опеки увидит, что вы всего лишь три раза посетили, вы один раз, то вам ребенок по сути не нужен. То есть вы поставили сегодня вашим поведением условия. Отдайте нам, мы сами знаем, как воспитывать. Пусть она живет у нас, мы ее научим правильно. Но это не отношение к ребенку. Даже на день рождения, я прошу прощения, на день рождения Каролины никто не приехал. А подождите минуту. Как? Вы не приехали на день рождения? Ну она же была в Белгород-Нистровске. А потом из Белгород-Нистровске где? Она была же в этом фонатории. И как я могу? Откуда из Сергееви или там опять в Белгород? Итак, Нина Анатольевна, послушайте. На сегодняшний день. И в данной ситуации Каролину возвращать категорически моя позиция не готова. Это мое мнение. Это мое мнение. Но в данном случае, в данном случае, в данном случае, в данном случае, Вы не хотите вызывать данные слайд, они упроти меня, выйти сейчас. Мы хотим элементарных условий для Каролины. Дайте нам Каролину или смерти хотите, что ли? Я не понимаю вас, сельсоветы. Что вы от меня хотите? Дойна Николаевна, пожалуйста. Я не могу жить без нее. Смерти мне хотите? Мы вас спросили, сколько раз. Что вы спросили? А у нас условия, вы же пришли, все время, все время, все время, все время, все время, подождите. Диван есть. Что вы отмолите? Мы же вот сейчас вот недавно был ваш... Я только за вас, Григорий. Подождите, Донна Николаевна. Вот сейчас недавно был ваш представитель. Подождите, ну не кричите. Ваш был Григорий, этот вот бывший милиционер. Он проверил, что подписал, какие документы. Что есть койка, что есть... Нина Анатольевна, Нина Анатольевна, я скажу вам одну вещь. То, как вы себя ведете... Я показала все это, где будет дочка. Я занимаюсь защитой прав детей в Киеве. Если бы вы жили в Киеве, я не отдал бы вам ребенка. Я честно говорю, я бы нашел семью, которая бы любила этого ребенка. Но если бы я не любила, я не подевалась бы. Я хочу добиться, чтобы она была в семье. Вы не любите своего ребенка. Потому что если бы вы его любили, вы бы сказали, дорогие мои, куда нужно прийти? Я буду исполнять... Но я все вспомню, куда пойти. Ваши требования, что необходимо. Но я все выполню. Вот я скажу, что все. Да вы три раза пришли к своей дочери за полгода. Куда прийти? Да к ней. Обнимите ее. Я к ней ее обняла. Каждый день. Но вы сейчас разговариваете, как настоящие цыгане. Это как в таборе. Знаете, когда говорят, что ему в таборе все холодно и холодно. А я ему один ремень дал. Второй ремень. А он все мерзнет и мерзнет. Мерзнет, да. Вот то же самое получается. Какие ковры? То есть, понимаете, поэтому... Я больше ничего не... Я хочу, я хочу... Вы делаете что-то. А для этого нужно не три раза ходить. Каждый день ходить, заниматься, говорить, объяснять, общаться. Тогда каждый день, если мы не знали, где она... Да слушайте, ну что значит, что мы не знали? Друзья, услышьте меня, пожалуйста, сейчас. Тут нет врагов. И сельсовет для вас не враги. Не надо искать врагов во всем окружающем, чего вы не понимаете. Попробуйте наладить диалог с вашей дочерью. И как только она захочет вернуться, все вокруг сделают все для того, чтобы вы не любите. Когда мать отказывается от своего ребенка, это трагедия. Но когда ребенок сам бежит от своих родных, это трагедия вдвойне. И сохранить семью в этом случае может лишь тепло материнского сердца. Об этом важно думать, потому что это касается каждого.